Доброго времени суток! В данном видео обзоре мы с вами рассмотрим пример локализации игровых проектов на свободном движке ГД. Изначально рекомендуется посетить страницу Википедии Движка и изучить минимальный уровень информации, необходимый вам для успешной локализации проекта, а также при возникновении дополнительных вопросов и исправлению ошибок. Изначально вам необходимо определиться с моделью и поддержкой шрифтов в самом игровом движке. В данной версии используется демонстрационный свободный шрифт Noto. Импортируются шрифты согласно предустановленных вкладках самого движка. Обратите ваше внимание, данная демонстрационная версия записывается на версии Движка 2.1.1. Ввиду того, что существуют регрессии в коде, в последнем патче Движка 2.1.2 импорт шрифтов осуществить нельзя. Итак, приступим к импорту шрифта. Здесь мы выбираем необходимый и подготовленный вами заранее шрифт, который должен обязательно поддерживать ваш язык. Одним словом, поддерживать Unicode. Исходный размер шрифта. Ресурс назначения. Это та папка, где будут созданы дополнительные файлы для обеспечения поддержки движка. Естественно, в данном варианте мы рассматриваем русскоязычную поддержку, поэтому во вкладке Mod выбираем непосредственно Unicode. Далее идет перечисление на усмотрение пользователя и создателя проекта поддержка теней и цветов. Как видим, данный шрифт поддерживает Unicode. Мы можем дополнительно, в случае чего, проверить, как работает данный шрифт в Движке. Батинская раскладка и русская раскладка. Выполняем импорт. Далее, обязательно там, где будут переводиться исходные тексты в игровом проекте, необходимо сменить на тот шрифт, который мы только что импортировали. То есть, непосредственно сам текст. Как видим, шрифт импортирован успешно, проблем не наблюдается. Соответственно, далее по нодам вы данный шрифт устанавливаете согласно вашему желанию. Дальнейший шаг – это создание непосредственно того файла, который будет отвечать за настройку, поддержку и содержание текста необходимых элементов для перевода и переключения языков. Утф. Наименование файла значения не имеет, но расширение значения имеет. Также, непосредственно данный файл должен содержать кодировку UTF-8. Редактирование исходного языкового файла осуществляется удобным для вас способом. В данном примере мы осуществляем редактирование с помощью обычного офиса и таблиц. Как видим, сам файл содержит кодировку UTF-8. Теперь мы с вами приступим к созданию необходимых ячеек в таблицах, которые непосредственно будут контролировать переключение языков и ключи, которые необходимы для установки непосредственно в самом игровом движке. В первой ячейке мы пишем RU, N и D. То есть, в данном примере используется три языка. Соответственно, в данной таблице мы используем три языка. Далее мы с вами должны создать ключи, к которым будет обращаться непосредственно сам движок, скрипты движка и ноды. Названия ключей значения не имеют. Мы можем написать K-HELP. Следующий ключ 2, 3, 4, 5. Можем назвать его SET. SET.RU. N, D. И так далее. Здесь на вашу фантазию удобство разработки и последующее редактирование и сортировка текста. Определившись с названиями ключей, переходим непосредственно к описанию строковых значений, столбцах ключа и определения воспроизведения текста согласно языкам. Под R-Колонкой мы с вами пишем помощь. В английской колонке у нас будет HELP. И в D-Колонке у нас будет HELP. То есть логика довольно проста. Верхние столбцы отвечают за непосредственно сами языковые элементы. Ключи у нас отвечают за обращение движка. И непосредственно в описании ключа мы с вами по порядку перечисляем языковый текст и элементы. Далее мы импортируем файл перевода. Непосредственно движок, как и перед этим, мы с вами импортировали шрифт. Исходный файл. Целевой путь сохранения. Сжимать да, нет. Добавить ли в скриптовой файл описания конфигурации движка. Здесь вам перечисляются те языки, которые вы вносили в таблицу. Если все сделано без ошибок и согласно мануала, у вас появятся перечисленные языки. Выполняем импорт. В исходной папке описания языков появятся после импорта необходимые файлы. Здесь они содержат кодировку и необходимый кэш. Очень важно, при изменении непосредственно данного файла, который описывает текст и ключи, языки, повторный импорт делать не нужно. Но если возникнут проблемы непосредственно со шрифтом и поддержкой кодировки, то данные файлы необходимо будет удалить вручную и заново импортировать. Установка ключей производится непосредственно в игровом движке. Как мы видим, необходимый элемент и нот. Установим ключ. Ключ отображается визуально. В скриптовом языке описываются функции переключения кнопок. Как видим, название функции значения не имеет. Далее, команда локальному серверу переключать язык согласно предустановленным ключам в файле описания языков, при необходимости обращения к ноду и смена текста. Проверим функциональность нашей демо-версии. Сцену. Как видим, сразу возникает надпись на русском языке, поскольку моя система в локальном исполнении русскоязычная. Также для англоязычных систем автоматически будет выбрано, согласно локальным предустановкам, английский язык, немецкий язык, японский, китайский и так далее. Итак, давайте проверим. На английском у нас соответствует help. Далее мы можем переключать соответственно по необходимости и требованию пользователя. Как будет выглядеть данная демонстрационная версия и логическое описание в игровом проекте. На личном примере могу продемонстрировать реализацию языков непосредственно из меню или настроек. То есть мы видим переключение на английский вариант и на русскоязычный вариант. Обратите внимание, что достаточно одного переключения, которое непосредственно локально заставит перевести все ресурсы игры. Это можно сделать в меню или настройках. Особой зависимости при переключении языков не существует. Но мы можем дополнительно автоматически при старте проекта указать флаг, ланг, и указать необходимый язык при запуске игры. Как видим, автоматический запуск произошел на английском языке. Еще раз повторю, поскольку моя система русскоязычная, проект автоматически, без дополнительного флага, будет запускаться согласно предустановкам движка на русском языке. При возникновении непредвиденной ситуации, что-то вам непонятно, первоначально обратитесь к Вике и мануалам по движку. Также вы можете задать дополнительный вопрос в описании видео. Также там будет присутствовать ссылка, необходимая демо-версии. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Всего доброго.